дорогие друзья всем привет 20 октября мы приехали в село полтавской области и вот смотрите вот стоит автомобиль наш он люди свои поставили я сразу ногой ногой зацепил вот этот гриб это белый самый настоящий посмотрите знаете чего я сюда всех потянул вчера мой брат по оружию вот таком грибник федор посоветовал мне это место и сказал что здесь просто море белых грибов видите друзья как здесь круто ехать правда далеко часа два мы ехали здесь впервые я очень переживаю что мы заблудимся хотел поставить геометку но здесь не ловит интернет ну все пожелайте нам удачи катюш но ты уже распочинилась а я катюшенька уже дважды распочинился потому как нашел такой прекрасный бас льва да это совсем маленький но мы его возьмем максик смотри какой красивый а вообще холодненький у меня такое общее чувство не дай бог конечно что ночью был заморозок ты еще не хотел одеваться какие высокие здесь сосны я в таком лесу еще не бывал до первый раз густой траве смотри максимчик какие маслята повылазили трава просто густейшая и они вынуждены быть на таких высоких ножках ты понимаешь зайчик я так понял местные здесь маслята не берут они все охотятся на белячки здесь так стелется это сосна непонятно веточки красота смотрите сколько здесь людей а я что нашел беляшка вот он какой выткнулся каланчо длинная а ну смотри максик здесь на бухарке внимательно многие говорят нашел белый гриб ищи где-то рядом еще а тут рядом одни маслята зато какие здесь очень интересно очень интересно и конечно понимаю что для местных это всего лишь прелюдия перед походом в лес но вот этот участок потому как мы совсем недалеко от машины но для меня здесь все очень таинственное вот и мне встречался пелячок смотрите какой красивый первый в этом лесу обратите внимание друзья как это сосна отличается от остальных посмотрите какие длинные у нее иголочки просто длиннющие похоже на крымскую сосну в этом лесу происходят какие-то метаморфозы мы отдалялись от автомобиля и потом глазам глазам своим не поверили когда вышли на него страшно переехали мы чуть-чуть дальше дабы заблудиться еще быстрее следующие странности заключается вот в этих деревьях никогда бывшими соснами что ли посмотрите эти шишки как будто окаменели на ветках жутковато здесь да максим не заставляй меня думать об этом вперед к приключениям катя и катя как-то в разных сторонах кричит какие-то у него дырочки ну что что можно сказать о этих шишках что случилось с ними почему они так выглядят думаю потому что это не сосны бывшие ели чисто я нашел ну давай это что меня да это маслячок маслячок да хорошо конечно хорошо это у нас это у нас беляшек беляшек в нашей команде пополняется два угла это такое чисто я а ты первый сюда не беги а потому что там где я хожу нету ни хрена ты переметнулся в мамину команду я посмотрю вы тут спелись дай ну-ка отойдите дайте я поживлюсь здесь смотрите два беляшек а потому что друзья там ни хрена нету где ходил и это это будет отместка за прошлую грибу а еще я хожу рядом с вами для вашей же безопасности вы не потерялись еда то у меня в рюкзаке и вода тоже страшно просто мне самому там смотрите какая как будто пустыня сейчас я пойду в тот лесочек а вот это нашел дюны какие-то говорю а здесь катюша скорее сюда теперь я вас угощаю местом офигенным посмотрите давно уже не получал такого кайфа смотрите ребята отличный размерчик а цвет какой насыщенный среди вот этих вот дюн есть такие островки островки соснечковые и в них вот такое сокровище посмотрите как ему уютно в моей корзинке почему же почему там где так хорошо это не там где мы живем это надо так далеко ехать посмотрите это же просто тройничок белые втроем растут трио ну что еще могу сказать я могу только повторяться класс могу отметить что находки слаще когда за ними так далеко едешь что сынок ну ка так это же козленок можно но я не люблю кать не уходите здесь я разрывая едва заметный угарок обнаружил и нечаянно повредил белый гриб который не смог нормально вылезти вот он поистине белый но своей пищевой ценности он не потерял сейчас я его заберу и все-таки правило работает немного дальше я увидел еще вот смотрите какой беляш красотинушка у меня восторг поросячий я великодушно дарю этот гриб вашей команде пусть ваша команда процветает и дышит мне сам понимаешь куда а я буду первый это непонятно максик рано радуемся ладно бы и маме подари от меня с любовью ага скажу что это я нашел давай о-о-о-о филешочек смотрите какой и мне попался крупный размерчик смотрите какой то и дело со всех кустиков показывается голова грибника очередного но меня это радует потому что мне страшно ходить здесь в незнакомом лесу так хоть будет у кого спросить вот вот такие вот успеваем мы найти им все равно я так понял здесь не дают вырасти но если он конечно растет на такой открытой территории но это знак что здесь еще никто не прошел нужно быть внимательным и вот этот закон гласящий о том что рядом с белым грибом нужно искать еще один белый гриб здесь работает по всему лесу здесь весь лес так сказать белогрибный я слышу там кто-то собрался хитрить ну идите ко мне ну милости просим ищи здесь только посмотрите кто-то наступил на белячок она не дима раздавили ох какой достану смотрите и вот шляп смотрите мы нашли маслятки поляну даже раз а вот смотри белячочек она очистила люди год кругом кругом ходят и нужно присматриваться такие гели виднеющиеся бугорки а в них видишь максим таран команда беляшон очки я вот вижу еще один бугорочек но здесь можешь прийти и забрать это мухомор а то что ты нашел максимчик нас посмотрим даблорочек очень приветливый очень приветливый забирай своих близнецов маленькие молоденькие это конечно хорошо но я жажду возрадоваться настоящему экземплярище ибо это как наркотик один раз попробовал а не можешь без этого жить я даже не могла представить что под этим мхом было вот так подожди смотрите а тут вот такой белый только поломался мама ну ничего сейчас теперь конечно ну вы там внизу ищите я здесь поверху пройду поэтому гребешку и я нашел здесь сверху какая радость это же уже не такую и маленький макси как-то это делаешь если вы хотите таким как я быть везучим тогда поставьте пожалуйста я не пойму не знаю какой нашел а чувствую там что-то твердое раскапываю и вот беляшка нашли смотрите макси опять нашел белого смотрите как я это делаю не знаю смотрите какой ага я еще нашел белого если вы хотите таким как я быть везучим тогда поставьте пожалуйста наберите ну например 60 тысяч лайков тогда вы будете очень везучи не забывайте подписываться на канал и нажимать колокольчик смотри что папа нашел а мы два беляша нашли ты представляешь два беляша мама чуть не пропустила я и что нашел белого чуть ли не на угла друзьяк копаю хвою и нахожу таких красавцев иду и любуюсь да я тут еще и на закусочку масленочка нашел приятненького а мы тут 4 белого нашли я кстати у себя на канале сделал опрос отвариваете ли вы маслята перед жаркой и где-то процентов 75 это на сейчас отваривает и есть люди которые не отваривают и они живы утверждают что при варке теряется грибной аромат ну я с ними согласен надо попробовать тут максик конкурс устроил кто за десять минут найдет сколько три белых ну я открываю счет хе-хе-хе-хе такой экземплярчик тебе устроит устроит лучше скажи какой выигрыш титул лучшего грибника да Максимчик польский считается да польский тоже балл считается а вон еще один ой это мамин пришла как я говорил в огород во время соревнований Катюша любезно меня угостила булочкой с творогом прекрасно зная мою реакцию на молочные продукты хе-хе-хе и сама осозналась потом что таким образом убирает конкурентов так вот пока булочка не начала действовать мне надо бегом набирать свои баллы посмотрите этот этот беляшик я думаю трех баллов стоит а учитывая что моя конкурентка прошла его и ухом не повела так все пять можно засчитать нет шо там Максик сделай а ну показай хе-хе-хе показай где вон оооо а ты ж тут прошла Катюша что ты сделала а? ух ты беляшик ну Максимчик помог маме да? ну вы же говорили что проверим ты найдешь подборку вот нашел класс Максимчик иди засчитай мне очередной балл наверное все таки я выиграл тебе еще 4 так что это они на ходу добавляются мы до 3 договаривались хорошо вот еще один вот один тебе 3 а вот еще один в общем статус или как тебе 3 баллы да статус лучшего грибника носить мне все таки а что там у мамы ну в общем то смотри тебе еще ну ладно давай тогда рассудим уже в конце грибалочки тебе еще по объему набитой корзинки да совсем недалеко отойдя я узрел еще одного белячика да они здесь маленькие тебе еще 2 ну какие они приятненькие ты не можешь со мной не согласиться сколько мне еще 2 да пожалуйста да пожалуйста 1 и 2 друзья никогда не был на западной украине но я подозреваю что он такой же шикардос по белячкам теперь теперь тебе так ну катюшенька приблизилась на расстояние вытянутой руки к моим белячкам это неспроста она хочет эту территорию уже освоить так теперь Макс ну мы с тобой молодцы один ты увидел какой да большой а ты его маме срывай нести один я себе сорву и в коржанель это мой вот такой тебе сорвать на ух ты какой как дерево бери обрадую и почисти да она и почистит ух ты вот это бугорочек это все на одном месте на вот этом бугорочке я я максимка я его пропустил потому что он такой темный а ты увидел молодец такой такой крутой поля полячок а он говорил еще нет тут полячков нет тут полячков на беги маме неси обрадую ее в ее корзинку пополнение да хорошо 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 ох ребятки вы только посмотрите как его не сорвали я не понимаю посмотрите на этот размерчик что я говорил о старой сосне вот люблю я под старыми соснами ходить посмотри какой вид открывается максим живописный посмотри полюбуйся молоденький да нравится сейчас почищу обязательно а где наша мама не двигайся катя идите сюда такого ты еще в этом лесу не встречала 2 там один такой это так цветочки сейчас я покажу розочки так тут еще вот посмотрите какой самое интересное и самое приятное что катя уже здесь прожила а не ходила ну тогда не так приятно смотри как что я извлекаюсь под ветвей не держишь просто смотри ты вообще такое когда нибудь видела Катюш помоги пожалуйста подними а зайчик помоги и Катюшка тут подживилась у меня ну на здоровьице на здоровьице любимая да я вижу максик подними пожалуйста эту ветку я знаю что ты у меня сильный мужик вот так просто подними ее наверх можешь попробуй попробуй сейчас давай что получается о о не зря ты качался вчера о спасибо сыночек смотри зайчик на подержи не хочу удержишь удержишь его ты же качался он тяжелый какой он тяжелый одной рукой держишь ладно давай о у меня выпадает вот так вот вот так вот здесь круто так пока Дима чистят свои трофеи два о боже мой посмотрите сколько их тут четыре друзья я тут пока чищу я слышу там охи и ахи чем там занимается моя жена какой шикарный лес да максим а как раз белое попадается да как будто создан для белых грибов ух ты даже рябина здесь в лесу растет интересно вот Катя задалась вопросом почему некоторые листики краснеют а некоторые желтеют осенью перед тем как сбросить листья деревья забирают из них все полезные питательные вещества а нашла информацию что по статистике на бедных почвах у деревьев листья краснеют на богатых же почвах они желтеют покраснение вызвано наличием какого то там фермента не помню который защищает их листочки от воздействия солнечных лучей и поэтому они держатся дольше на дереве чтобы оно могло еще из них подпитаться бывает крикнешь от радости и все тут как тут радость у меня потому что открылась она только мне а какой же это же и не один друзья мои это же волшебный лес белых грибов согласен Максимка да согласен да забирай хоть все пусть носят но ты именно Максим эти все на месте я хочу показать людям прекрасные каштановые грибы как они красиво все таки вылезли из муха три грибочка а так это они не каштановые друзья это они белые да просто они мулатики загоревшие смотрите какая троица запрятался белочок ух ты между прочим попадаются и маслятки но мы их берем уже не так охотно и маслятки уже не так гармонично смотрятся среди этих благородных господ а ну-ка а ну-ка прикрылся где-то ух ты какой вот это ты Максим глазастый ага это я не глазастый это я просто всю дорогу ушел и я так говорю я найду беляшка да я папе покажу мам ну вот лес не перестает удивлять своими аномалиями во-первых во-первых этот зловещий скрип а во-вторых посмотрите джунгли она меня перебивает джунгли из папоротника офигеть и смотри какой зонт там торчит а ну макс встань я просто тебя сниму как какой высокий папоротник чтобы видно было сейчас нам предстоит не менее сложное задание нежели поиск грибов это поиск куда нам вообще идти чтобы выйти я предлагал по солнцу ориентироваться шли мы вроде как на солнце но возвращаться будем немножко под углом чтобы оно светило нам в спину на обратном пути интернетик заработал у нас ага и белый и беленький еще нас провожает да? ага какой ты приятный чисто мы с папой нашли малыш приятный вместе да малыш крепыш да? угу мои ушли а я тут нашла белячка белого белого да молодец вот очередная загадка что это тут интересно отмечено с синей ниткой веревочкой бельевой ограждена но почищена здесь территория не знаю какая то странность очередная арена давай подеремся хе 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 катюш что ты там испугалась еще бы в такой густой траве сочной не жить козам да максимка ага наконец-то дорогие мои родная синяя попа а тут кто-то стал на беляк да давнул его и поперл дальше ага как думаешь давно его давнули думаю давно она ему вот мы уже добрались к своему транспорту и час подбитый под сумкой как думаешь Максимчик кто сегодня лучший грибник знаете я уже говорил на букву Д и угадай кто это этот на букву Д для тебя на букву П победила сегодня дружба а я думал Дима дружба победила я понял ну спасибо спасибо что рассудили нас честно Катюш ты рада как тебе грибалочка хорошая это была разведка да мы теперь как бы эти территории открыли да лес белых грибов ставьте лайки подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик и не забывайте комментарии писать спасибо всем всем крепкого здоровья удачи и до следующих встреч пока 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 не забывайте я